Друзья, всем привет! С вами Елена и вы на канале Мой Сад Моя Гордость. Сегодня я хотела, друзья, поговорить с вами о таких красивых цветах, как бегонии. Клубневые бегонии. Наступило такое время, друзья, что надо позаботиться о наших клубенечках, о наших клубенечках, которые у нас спали всю зиму, друзья. И вот об этом мы сегодня хотели поговорить и посадить заново наши клубенечки, бегоши. У меня бегоний не так много, друзья. Кто видел мои ролики, я показывала в обзоре. То есть мои красивые бегонии вот такие вот клубневые, очень красивые. Так они меня очень сильно радовали. Я просто, конечно, в восторге. Я еще, конечно, хочу купить себе несколько сортов бегоний. Вот, чтобы они у меня были, друзья. Кто видел мои бегонии, это очень красиво, конечно. Вот. В конце где-то августа и в начале сентября, ну, даже, да, наверное, где-то в середине сентября, они еще меня радовали, бегонии. И потом они начали, как говорится, растение начало стареть, да, листики желтеть. То есть это не болезнь какая-то, ничего. То есть вот я хотела с вами поговорить. Это идет уже старение нашего растения, бегонии, да, которое уже начинает как бы уходить в спячку, друзья мои. Вот. И когда растение совсем у нас погибло, да, и отвалилось, то есть я его сама не выдергивала, то есть растение просто вот подошло пальчиком, вот так вот тронуло, стволик упал и все. Это значит, что все, наша бегония ушла в спячку, друзья. Я вытащила клубенечки, их немножко обработала, и потом я их немножко просушила, наверное, пару денечков, я их дала немножко подсохнуть. Как я хранила свои бегонии, хранила я их в субстракте, значит, мох и сфагмум, вот. Тут немножко как бы, чтобы был чуть-чуть влажный, прям совсем-совсем чуть-чуть, да, я их сюда вот так вот складывала в этот сфагмум, да, и убирала в коробку, в коробку, убирала в прохладное, более такое, в прохладное место такое, знаете, ну вот я хранила в подполе, например, можно где-нибудь там, я не знаю, где-нибудь возле балкона, да, то есть я не говорю на балконе, а где-нибудь возле балкона, в коробке запакуйте, да, и можно, конечно, хранить клубенечки и также в холодильнике, да, также сфагмум, и вниз укладываете свои вот эти клубенечки, да, они тоже там хранятся очень даже неплохо в холодильнике, друзья мои. Вот. Я их достала, то есть, и надо, конечно, периодически наблюдать за нашими клубенечками, да, чтобы они у нас не пересыхали, да, обязательно проверяли мы клубенечки, смотрим, да, если там уже начинает подсыхать, немножко взяли чуть-чуть прямо, побрызгали водичкой, вот так вот, чтобы они у нас не пересыхали, таким образом хранятся наши клубни, клубни вот эти вот бегунь, бегунь, вот. И сегодня, как бы, я хотела вместе с вами посадить свои клубенечки, я их обработала предварительно, друзья, в растворе марганцовки, они у меня немножечко полежали, я вот смотрю, они уже пимпочки, смотрите, вот они уже вылезли у нас, пимпочки, да, то есть, я не стала дожидаться, когда уже вылезет вот такие вот росточки, я уже не стала, потому что это вот при посадке, конечно, очень-очень губительно. Вот. Вот я вот таким образом сажаю клубенечки, не даю им больше развиться, да, пока корешков нет, на самом деле у бегунь очень маленькая корневая, и большие горшки для бегуньи не надо, достаточно вот такие вот горшочки, друзья, я беру вот в обычных, вот для рассады горшочки, они самые обычные, то есть, с дренажными отверстиями, тут все есть, в общем, обычные, не заворачиваясь в какие-то там красивые, керамические, не обязательно для бегуньи, вот такие вот горшки, друзья. Бегуньи вот только цветет летом, да, до осени, и все, и потом снова уходит в период покоя, друзья, поэтому как бы мне, я вот их сейчас посажу, поставлю их на окошечко, да, и они у меня будут уже прорастать, немножко буду не совсем там заливать, да, по чуть-чуть буду подливать водички туда поливать, прям совсем-совсем чуть-чуть, да, как только уже начнет вегетативная масса уже вылазить где-то вот так, тогда уже все понятно, да, бегуньи окончательно проснулась, и будем уже ее обильно поливать, да, когда она начинает у нас цвести, да, летом мы поливаем ее каждый день, да, потому что клубень тянет очень много воды, да, и ближе уже к осени, друзья, мы стараемся уже поливать все меньше и меньше, да, смотришь, там придешь уже через день, ага, горшок еще вроде как влажный, не надо поливать, да, потом еще реже, потом где-то раз в неделю достаточно полива, да, то есть это значит, означает о том, что наша бегунья уже начинает готовиться к спячке, друзья мои, вот, летом обильная полив, то есть она сама по себе бегунья даст вам о себе знать, да, что вот ее поливать уже часто не надо, она прямо дает об этом знать, ее это видно и очевидно, друзья, как только начинают листочки желтеть, где-то пятнышками покрываться, это все значит и говорит о том, что наше растение уже начинает готовиться к спячке, друзья мои, вот, что мы сейчас делаем, да, вот такие вот горшочки, я немножко здесь положила керамзита, друзья, приготовила вот такой большой таз я, и будем с вами сажать бегушечки, сильно глубоко заглублять я не буду, нашей бегуньи, потому что это, ну, не надо, и еще раз говорю, большие горшки для бегуньи не надо, потому что корневой там практически нет, друзья, там маленькие-маленькие тоненькие ворсиночки, да, вот, еще забыла вам сказать еще один факт, то есть когда вы вынимаете бегунью, да, после цветения из горшка, да, обязательно убирайте вот это вот старые корни, вот это вот все, убирайте, чтобы она у нас была чистенькая и хорошая, вот этот клубенечек, чтобы он чистенький, хороший, я тоже предварительно перед тем, как в спячку, да, я обрабатываю также в растворе и марганцовке, потом даю подсушить, и все, и убираю тогда в холодильник, друзья мои, в холодильник, либо в коробку, то есть вот я хранила в подполе, в коробке, да, и в этом я уже вам сказала, друзья, вот сейчас я насыплю где-то до середины горшочка земельки, вот так вот, вот так вот я буду насыпать до середины, друзья мои, вот насыпали земельки, друзья, я вот такие вот беру обычные тарелочки одноразовые, вот такие вот обычные, и вот так вот, то есть я говорю сильно такие вот, а для чего, в принципе не надо, зачем, они нас будут радовать, только вот на улице и дома потом, и все равно они потом идут в спячку, друзья мои, вот, ну и все, а еще хотела, друзья, добавить вот этот вот клубенечек, клубенечек я просто оставила, и решила, как бы для своего эксперимента, да, ну оставила клубенечек в горшке, и вот, пожалуйста, да, осенью он у меня отвалился, отвалился, сам стволик, то есть, ну как, луковица, клубенечек ушел в спячку, друзья мои, и вот, пожалуйста, результат, вот он начал снова вылазить, в принципе, да, можно даже, ну я все равно, как бы рекомендую землю менять, почему, потому что все-таки клубенечек, бегония, она забирает уже все полезные, как бы, вещества, да, и земля истощается, соответственно, поэтому, когда сажать клубенечки, обязательно нужно землю поменять, то есть, вот когда вы второй раз вытаскиваете из-за коршка, уже вот эту землю не применяйте, старайтесь другую землю брать, вот, ну это как бы мой клубенечек, думаю, да, будь что будет, надо посмотреть, то есть, даст, не даст, да, а он, оказывается, и дал, да, вот, пожалуйста, вот, вылезла новая бегония, ну вот, друзья, также еще хочу сказать, что бегония клубневая размножается, как черенками, но черенки лучше всего брать, конечно, с весны, да, когда вот идут новые, вот это вот прорость, новые побеги, вот это вот лучше всего брать в этот период череночки, они прекрасно укореняются в водичке, да, отламываете, либо вот так вот даже можно, вот как взять, и как от материнского стволика, да, оторвать даже немножко там с корешками, даже есть вот эти черенки, они даже лучше всего укореняются, но я укореняла, да, и люди у меня брали череночки, вот я весной, когда летом, в начале лета укореняла, и они очень хорошо укореняются, что не скажешь, конечно, о осенних черенках, да, когда уже, понятное дело, да, растение идет уже в спячку, да, уходит в спячку, да, и вот эти черенки, ну, не могу сказать, что 100%, они 99%, то есть они, ну, погибают в любом случае, они просто сгниют у вас в воде, и все, и 1%, может быть, там что-то у вас и вырастет, то есть вот так, друзья мои, вот, ну, вот, насыпали мы земельку, друзья, и теперь будем сажать с вами клубенечек, вот, видите, вот эти пимпочки, они у нас набухли, вот здесь вот явно видно, да, что были стволики, да, на которых были у нас цветочки, и листочки, друзья мои, также можно, если вы хотите размножить, да, и вам надо, да, вот этот, вот этот сорт именно, да, можно, друзья мои, просто разрезать саму луковицу, да, сам клубенечек, вот этот просто остреньким ножом, разрезаете клубенечек, обрабатываете его перекисью водорода, и можно потом немножко присыпать древесного угля, то есть растолочь, ну, я имею ввиду, помазать, присыпать, я имею ввиду, и таким образом тоже размножаются клубенечки, вот таким еще способом, да, делением самого клубенечка, друзья мои, еще что хочу сказать, если у вас случилась такая вот, ну, бывает, там люди заливают свои бегонии, да, и бегония потом начинает гнить, просто гнить, смотришь, бегония просто упала, это первый признак, что вы ее просто-напросто залили, да, либо там в гашкине дренажного отверстия, либо просто вот прям частый-частый полив, и люди как бы, а потом мне пишут, Лена, а почему вот у меня бегония сгнила, да, вот достают из земли, она просто-напросто гнилая, если бы у вас, ну, такое уже случилось, да, и вы видите, что там есть еще какая-то ткань, есть почечка небольшая, то этот клубенечек надо сказать, ну, надо просто-напросто вырезать вот это все гнилое, убрать его до хорошей ткани, да, то есть я имею ввиду до хорошей ткани самого клубня, да, и просто его обработать также можно перекисью, и обработать можно зеленкой, просто прижечь вот это место, место я имею ввиду, где вырезали, да, то есть либо так, также можно и древесным углем, как я вам уже сказала да перекись водорода и присыпать и древесным углем растолочь вот таким способом да то есть с гниением обязательно то есть проверяйте свои глубинечки чтобы они не гнили да если вы посадите глубинечек например с одной стороны он уже у вас видно что явно да пропадает и мягкий значит друзья это место надо просто-напросто убирать потому что иначе у вас просто погибнет сам весь прям полностью сгниет кубинечек вот друзья и теперь я буду сажать сильно глубоко я сажать не буду катюша показывай вот вот где-то вот так вот немножечко вот так вдавили вот друзья вот так вот посмотрите как я сделала то есть я вот так вот вдавила наши глубинечки и сейчас я я говорю сильно глубоко заталкивать их не надо вообще не надо то есть и теперь я буквально засыплю грунтом ну где-то знаете сантиметра два не больше не больше этого достаточно будет для пикушечки вот таким образом вот засыпали мы два сантиметра выше то есть и нашего глубинечка и теперь я немножко друзья просто-напросто чуть-чуть прямо не надо сейчас сильно вот этого делать потому что у нее еще все равно идет немножко период вот этот покоя чуть-чуть да но вот вот уже раз уже там мы видели до пимпочки уже набухли до скоро они пойдут уже в рост друзья мои сильно много вот так вот не надо поливать прям чуть-чуть 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 прям буквально совсем немножечко друзья чтобы немножко так сыровата была земелька и этого достаточно ей сейчас поливать уже начнете тогда когда уже я вам сказала да когда уже пойдет в рост уже пойдут уже вегетативное масло начнет вылазить из клубенечка да наши почечки пробудятся пимпочки как их еще назвать все вот я сейчас полила сейчас полила и этого достаточно знаете ну где-то на неделю точно я поливать даже сюда заглядывать не будут как только я подойду посмотрю ага земля совсем уже сухая тогда я еще подаю друзья вот так вот потому что но смысл какой поливать сейчас до корней там еще пока нет да и поливать просто землю тоже как бы ну зачем для чего да вот как только начнет уже вы увидите когда начнет вылазить уже земельки тогда уже начинайте потихонечку поливать ну вот посадили мы с вами вот такие вот красивые клубенечки хочу сказать что вот эти вот вот эту бегонию я покупала фикс прайсе о фикс прайсе светофоре друзья мои они были такие дешевые что-то там вообще совсем совсем дешевые я еще думаю взять не взять думаю будут ли они такие на самом деле были они такие вот какие есть на картинке друзья мои вот я хочу сказать что я нисколько не пожалела что я их купила я очень довольна была с вот этими бегониями и я вот если мне еще попадутся какие-то другие расцветки я обязательно их куплю друзья очень красиво конечно вот ну вроде бы так все сказала я вроде бы ничего не забыла но если есть у вас какие-то друзья вопросы то конечно задавайте я всегда на них отвечу вот таким образом да мы сохраняем бегония я сохраняла бегонию конечно я не буду навязывать свой метод да и свой метод посадки да кто-то там достает из холодильника бегонии да и начинает просто поливать головку и только тогда когда она уже там уже с отростками с большими начинает ее сажать то есть но каждый у каждого свой метод кто как нравится и я хочу сказать что ну вот мне понравился вот такой метод да особо заворачиваться не надо да в принципе да ничего такого здесь нет да ну и ходить тоже вот так каждый раз и поливать вот эти вот головки до мухи да вот в этом с фагмами и ходить вот это вот все тоже контролировать до чтобы не пересохла там головка и все нет друзья я так не делаю то есть опять же говорю я свой метод навязывать никому не собираюсь если вам понравился мой ролик подписывайтесь на наш канал с катюшкой ставьте лайки нажимайте на колокольчик друзья мои мы вас всех любим обнимаем и друзья до новых встреч пока пока